Друзья, всем привет! Сегодня у меня на обзоре настольный USB светильник, который можно зафиксировать на монитор либо ноутбук, при помощи которого будет более комфортно работать за компьютером в вечернее время. У лампы специальный асимметричный дизайн, что не позволит бликовать монитору и можно будет комфортно за столом читать, писать, печатать и так далее. Поставляется светильник в такой плотной картонной упаковке компания-производитель BASIS. Купить его можно на Алиэкспресс, кому интересно, ссылка будет в описании под видео. Внизу справа надпись «Асимметричный источник света» и изображена направленность света. С торцевой части перечислены особенности светильника. Направленность света. Для наглядности на картинке продемонстрирована работа асимметричного светильника. Направленность слева не позволяет бликовать монитору, а направленность справа не позволяет светить в глаза. Вот как раз таки на правой картинке продемонстрирована работа асимметричного светильника. Далее нет синего цвета и нет мерцаний, чтобы снизить нагрузку на глаза. Далее идет три режима, которые можно регулировать. Следующая особенность это сенсорное управление и плавное затемнение. Корпус светильника выполнен из сплава, быстрая и простая установка, устойчивый металлический противовес, чтобы светильник не падал и питание от USB. Так далее вот как раз таки цвет, который можно регулировать. Есть три варианта это белый, смешанный и теплый. Ну смешанный это будет что-то между белым и теплым. И далее важный момент кому может не подойти этот светильник, если толщина монитора больше 20 миллиметров. Вот как изображено на картинке. На таких мониторах, вот как на правой картинке, светильник будет неустойчив. А вот как слева, если 8 миллиметров толщина, либо 22 миллиметра, этот светильник будет совместим. Итак, друзья, еще есть основные технические характеристики. Можете нажать на паузу более подробно посмотреть, я остановлюсь на самых основных. Питается эта лампа от 5 вольт, максимальная мощность идет 5 ватт. Три значения температуры 5500, 2800 и 4000 кельвин. И далее идет размеры. Длина этой лампы 450 миллиметров, далее 66 и 92. И общий вес этой коробки 480 грамм. Справа есть наклейка с защитным слоем, при помощи которой этот светильник можно проверить на оригинальность на официальном сайте. QR-код есть правее. Внутри упаковки расположен футляр из пенопласта, для того, чтобы светильник не повредился при транспортировке. По комплектации светильник, документация и кабель питания. Кабель питания формата USB Type-C. Общая длина кабеля составляет полтора метра. В конверте с документацией идет благодарность продавца, наклейки, гарантийная карточка и руководство пользователя на английском и китайском языках, где продемонстрирована правильная установка, подключение, включение светильника. Корпус лампы выполнен из металлического сплава, сверху идет матовая краска. У меня светильник идет черного цвета, но у продавца еще доступен в белой расцветке. Светодиоды идут двух расцветок, один более светлый, второй более темный и так они чередуются. При помощи такого количества светодиодов не будет мерцания света во время работы. Далее мы это проверим. И сверху светодиоды прикрыты таким матовым фильтром. Сама ножка, которая будет фиксироваться на монитор, идет тоже выполнена из металла и будет работать в качестве противовеса. Со стороны фиксации на монитор часть идет прорезиненная, вторая часть, которая будет фиксироваться спереди на монитор, идет тоже прорезиненная для хорошей фиксации. Мы уже определились, что совместимость будет с минимальной толщиной монитора 8 миллиметров, а максимальной 20 миллиметров. Эта часть как раз таки двигается, чтобы подстроиться по толщину монитора. А сама же часть со светодиодами тоже идет подвижная, чтобы выбрать оптимальное направление света. Вот таким вот образом она двигается. Разъем для подключения питания формата USB Type-C расположен с обратной стороны. С правой стороны расположены три сенсорные кнопки. Первая кнопка включения-выключения. Вторая кнопка выбирать необходимый цвет, белый, смешанный, либо теплый. И третья кнопка плавное затемнение. Итак, давайте подключим к монитору и потестируем. Монитор у меня на 22 дюйма, поверхность матрицы матовая. Давайте потестируем, чтобы не было бликов, а также чтобы не было мерцаний. Так, присоединил, включил. Подсветка сенсорных кнопок идет таким белым ненавязчивым цветом. Теперь регулирую направленность света следующим образом, чтобы он мне не светил в глаза и не светил на монитор. Ну, примерно вот таким вот образом. Этой кнопкой можно задавать свет, более теплый, смешанный, либо опять белый. И плавное затемнение работает следующим образом. Зажал и держу, когда необходимый результат отпустил. Если нужно сделать светлее, опять зажал и держу, и свет добавляется. И вот таким вот образом, чтобы не включать общий свет, можно работать за компьютером. У меня видно клавиатуру. Можно пописать, что-то почитать за рабочим столом и поработать параллельно на мониторе. Давайте теперь проверим, чтобы не было мерцаний. Самый простой способ. Открываю камеру смартфона, направляю на монитор и такие волны, как мы видим, не ходят. Нет мерцаний. Так, с монитором все понятно. Теперь давайте потестирую на ноутбуке, потому что на ноутбуке у меня глянцевая матрица, которая как раз таки, как правило, может бликовать. Давайте потестируем, чтобы матрица не бликовала. С ноутбуком такое же правило. Толщина крышки не должна быть меньше 8 миллиметров. И с ноутбуком, смотрите, как у меня, допустим, по центру веб-камера эта часть может мешать, поэтому нужно будет сместить левее, либо правее. Конечно, в первую очередь, я считаю, эта лампа идет для монитора, потому что и крышка ноутбука может достаточно быть тонкой. Но давайте все же потестируем на глянцевой матрице. Ну и тоже достаточно удобно. У меня старый ноутбук подошла, только получилось немного левее, чтобы не мешало веб-камере. Матрица не бликует, клавиатура освещается, можно в темное время суток работать и не мешать окружающим, чтобы не включать общий свет. На этом все, друзья. Сегодня на обзоре был такой интересный светодиодный светильник для монитора. Если видео было полезно, поддержите меня лайком. Всем пока, до встречи в новых видео.